В материальном мире, где начинается карма, где она заканчивается? Карма заканчивается, когда вы заняты преданным служением. Под руководством мысленного духовного учителя. А как постоянно находиться, когда ежемоментно? Как можно быть в служении? Нужно практиковаться. Нужно практиковаться в сознании, и все равно, где он ходит или падает, что это не значит, карма уже не действует. Какая причина от падения, которые все время служат, постоянно служат в Кришне, но как-то они оставили движение и падают. Какая причина от этого? Потому что карма не влияет на них. Но дело в том, что когда мы прогрессируем в преданном служении, как говорится, что это как вы водите в деревне. Суть в том, что когда мы прогрессируем в преданном служении, Священное Писание описывает этот процесс, как похоже на поливание растения. Если у вас есть хороший цветок, который вы хотите, чтобы вырос, необходимо о нем заботиться. И в особенности, заботиться о цветке нужно поливая его. И процесс поливания этого цветка заключается в особенности в слушании и восхвалении славы Господа. Но что происходит, когда вы поливаете этот прекрасный цветок, который вы хотите вырастить? Растут также сорняки. Это просто удивительно. Потому что когда вы хотите вырастить какой-то цветок, необходимо покупать семена в магазине. А семена сорняков покупать не нужно. Откуда они берутся? Когда вы поливаете свой сад, вы хотите, чтобы цветы прекрасные росли? А сорняки сами по себе приходят, даже если вы их не приглашали. И когда вы выращиваете сад, у меня был такой опыт в детстве. У моих родителей был цветочный сад, огород с овощами и фруктовый сад. И одна из моих задач было пропалывание сорняков. Потому что если вы не будете выдергивать сорняки, то со временем сорняки задушат те прекрасные цветы, которые растут у вас. Ирония в том, что когда вы слушаете и воспеваете, то косвенным образом вы также культивируете эти сорняки, взращиваете сорняки. Поэтому нужно быть очень аккуратным с тем, чтобы регулярно выпалывать сорняки. И согласно Писаниям, для этого необходимо понять, что такое сорняк. Например, когда моя мама учила меня пропалывать сорняки. Когда сорняки маленькие, когда растения еще молодые, они все выглядят одинаково. Что сорняки, что хорошие растения. Они все крошечные, и у них очень маленькие зеленые листики. Как можно различить? Потому что иногда сорняки выглядят практически точно так же, как и культурные растения, особенно когда они молодые. Поэтому мы должны стать экспертами в развлечении того, что такое сорняк. Сзади всем слышно? И это первый момент. Во-вторых, когда вы видите сорняк, вы должны быть безжалостным. Без... не оказывать никакой милости ему. Просто выдергивайте его. И выбрасывайте. Понимаете? Никаких компромиссов. Никаких обсуждений. Капут. И я был немножко ленивым в детстве. Даже не немножко, а очень ленивым. И мне не нравилось пропало сорняки. Но я нашел хороший способ, как можно быстро было с этим разделаться. Просто нужно было верхушки подрывать. И я показал маме, смотри, вот все готово. И она сказала, о, очень хорошо. Но потом, на следующий день, они снова вырастали. И она понимала, что я сделал. И я больше не был молодцом. И очень часто преданные так и пытаются сделать. Они пытаются поверхностно избавиться до нартской. Вместо того, чтобы по-настоящему добраться до корня анарти. Они просто срезают ее верхушку и поверхностно с ней разбираются. И тогда она снова возвращается и мучает их. И со временем эти сорняки просто душат их росток преданности. Например, когда вы смотрите на сад. Например, сверху. Может быть, вам не видны сорняки. А цветы могут быть очень прекрасными. Но сорняки прячутся. Но со временем, если сорняки не пропаловать, то вашим прекрасным цветам настанет конец. И именно это происходит с преданными. Кажется, что они заняты деятельностью преданного служения. Но в то же время они взращивают эти сорняки или анарти. И, возможно, на это понадобится большое, долгое время. Обычно человек не покидает общество преданных внезапно. Обычно это происходит в течение длительного времени. Я видел, как иногда этот процесс занимал 10, 20 или 30 лет. Но это просто законы природы, что, в конце концов, его доверен преданности не функционирует. Он убил, когда он культивирует анарти. Просто таковы законы природы, что со временем росток преданности такого человека больше не функционирует, и он полностью оказывается уничтожен этими анартками. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Прежде всего, мы должны быть способны узнать настоящее Бхакти и отличить его от чего-то другого. Например, Одна проблема, которая появляется у многих преданных, они впадают просто в транс от гуны благости. Она их завораживает. Потому что гуна благости очень привлекательна. Потому что она благая. Нам довольно просто понять, что не так сгунной невежества или сгунной страсти. Но аспект благости очень часто выглядит, как преданное служение. Но это сорняк. Это анартха. Это проблема. И преданные отвлекаются на гуну благости. И думают, что это духовно. И затем на основе этого неправильного понимания они совершают оскорбления. И они получают материальную привязанность. И тогда их жизнь преданности настает конец. Я могу привести пример. Например, терпение. В священных писаниях мы повсюду считаем, что терпение очень хорошо для преданного. Иногда в Бхагаватам есть стих, который иногда называют стихом саду. В стихе описаны качества саду. И самое первое качество – это терпение. Но, с другой стороны, терпение также может быть в неблагости, а нетрансцендентного качества. И на самом деле она может даже противоречить Бхакти. Поэтому терпение, приложенное в одном случае, окажется трансцендентным, а в другом случае оно будет просто аспектом гуны благости. Некоторые вещи преданные не должны терпеть. Например, Арджуна хотел быть очень терпеливым. И может показаться, что это очень здорово, Арджуна – такой хороший парень. Но что Кришна сказал Арджуне? Нет, ты в Майе. Он хотел быть терпимым, но Кришна сказал – нет, ты в Майе. Ты должен убивать родственников. Поэтому мы должны стать экспертами в том, чтобы различать, что такое сорняк или анардха. А что с другой стороны движет нас вперед в преданном служении? Они могут выглядеть очень похоже. Ответи на наш вопрос. Одна из главных проблем, которые возникают у преданных, одна из основных анардх в том, что преданные оскорбляют вачнавов. Нас натаскивают на то, чтобы искать недостатки в людях. Именно это является материализмом, когда мы стараемся искать недостатки и все критиковать. Это очень серьезное оскорбление. И Кришна не терпит этого. Другой момент в том, что в Харинам Чинтамане Харидас Такур говорит, что оскорбление, являющееся корнем остальных оскорблений – это невнимательное повторение. И в той или иной степени практически у каждого есть эта проблема. Это еще одна причина, почему люди падают. Есть еще вопросы, близкие к этой теме? Да, Стивен. Ну, у меня такой вопрос, как избежать фамилиарного понебратского отношения к старшим? Потому что это может повлечь дальше нехорошие вещи. Нужно фамилиарности избегать с любыми Вайшнавами. Что Прабхупа рекомендовал, что как только вы с утра просыпаетесь, вы первым делом должны принести свои поклоны всем Вайшнавам. Вы кланяйтесь и предлагаете свои поклоны. Другой момент, что нужно обращаться к ним по формальным именам. Например, я пытаюсь об этом помнить, но иногда забываю. Например, я также не должен быть фамилиарен по отношению к вам. Несмотря на то, что я гораздо старше вас, но я также не должен проявлять к вам фамилиарность. Поэтому лучше всего для меня обращаться к вам Бхакта Дима, а не просто Дима. Это более формально. И мы обращаемся к мужчинам как к Прабу. Но в России есть такая система, получается у вас два подразделения есть. Есть Прабу, а есть Матаджи. Но это на самом деле неправильно. Потому что это подразумевает, что Матаджи это не Прабу. Но Прабу означает Господин или Госпожа. И поэтому Матаджи тоже Прабу. Но мы не называем их Прабу. Первая причина в том, что Прабу это мужское определение. Но Матаджи это особенный вид Прабу. Мы обращаемся к дамам как к Матаджи, а к мужчинам как Прабу. Но когда у вас, допустим, туалет есть мужской и женский, не нужно на нем писать для Прабу и для Матаджи. Либо когда Ашрам, мужской и женский, тоже не нужно писать Атаджи Матаджи или Ашрам Прабу. Это странно. Но суть в том, чтобы всегда обращаться друг к другу формальным образом. И это помогает нам не становиться очень фамилиарными. Мы всегда оказываем почтение другим и не ожидаем никакого почтения к себе. Продолжение следует... Продолжение следует... Такого разогрели? Продолжение следует... Повторых. это цель. В этом есть смысл. Что говорить об анархневрите? Внимательное повторение, оно за гранью анархневрити. Но фокус в том, чтобы всегда быть уверенным в том, что наше повторение всегда внимательно. Иногда мы пару мантр внимательно повторяем, может даже нескольких кругов. Но как мы можем внимательно повторять все время? Для большинства преданных это не так просто. Правильно? Давайте вернемся к теме кармы, вот почему преданные падают. Есть вопросы по этой теме? Да. Полина, да? Да. Я хотела спросить. Сегодня лекция была Игорь Небагутин, у меня раньше мы с вами, Михаил Небагутин, и там очень подробно освещалась тема того, что мы не должны удивить людей на друзей и другого, что мы должны относиться равным образом к каждому и ни в коем случае никого не задевать. Но с другой стороны, говорится тоже очень часто, что мы должны различать людей. Но когда мы это делаем, иногда это может задевать других. Например, вчера вы привели в пример, что если Матаджи дает совет не следовать принципам, ну там, четвертому принципу, то от нее надо убегать. Но эту Матаджи это может очень озадить. И она расценит это как страшное оскорбление. И как быть с этим? So, today in the morning, Нранжан Махарадж was giving a great class about how we should treat all the people equally, see them with equal vision. But sometimes we have to distinguish between different classes of people. And how can we combine these two points of view? Because sometimes when we're trying to distinguish, Нранжан Махарадж was saying that we shouldn't offend anyone. But sometimes when we're trying to distinguish people of one class from another class, it offends them. For example, like in your yesterday's example, when a Матаджи is recommending someone to not follow the fourth regulative principle about illicit sex life, that we should run away from such a Матаджи as soon as possible. But she can get gravely offended at that. So what should we do in such a situation? Well, you can't avoid offending somebody. Невозможно избежать оскорблений. Всегда кто-то оскорбится. No matter how hard you try. Неважно, как бы усердно вы ни пытались. Но суть в том, чтобы делать все, на что мы способны. И мы также должны видеть, в чем высшая блага. Например, скорее всего, Кауравы были очень оскорблены, и когда Арджуна их убивал. Эй, Арджуна, это не здорово. Мне было больно. Но что он мог делать? Такого был его долг. У некоторых людей очень профессионально получается оскорбляться. Они оскорбятся, неважно, что бы вы ни сделали. Даже если вы ничего не будете делать, они оскорбятся. Вы должны быть так же немного отрешенными. И основной принцип в том, чтобы принимать все благоприятное для преданного служения и отвергать все неблагоприятное. И как я вам сказал, что я привел пример, да, что нужно убегать от женщины, которая поощряет незаконный секс. Это ее проблема, если она оскорбится. Это она делает что-то оскорбительное. В седьмой песне Бхагаватан есть стих. В этом стихе говорится, что саду получает удовольствие, когда видит, что... становится доволен, когда видит, что убивают змею или скорпиона. Это очень необычное обстоятельство. И Прабхабада объясняет, почему это происходит. Потому что как змея, так и скорпион могут наброситься без какой-то провокации. И один из классических вопросов о комарах. И однажды Шрила Прабхабада был очень доволен, когда видел, что его ученик не убивает комаров. Но с другой стороны, был случай, когда Бхагавада сказал, что если комары на вас нападают, их нужно убивать. Так что лучше, быть очень любящим и заботливым о комарах? И получить малярию или тиф и быть полностью бесполезным и обузой для всех окружающих? И да, этот принцип, он остается в силе. Бхагавад должен быть всегда сострадательным другим живым существам. Но как в любом принципе, всегда есть исключения. Однажды Шрила Прабхабада гулял с учениками, и там была огромная мусорная корзина. Очень огромная. И она была пустой или практически пустой. Но когда преданные проходили мимо, они услышали царапание, исходящее из этой корзины. И Шрила Прабхабада стал любопытным, он подошел и заглянул внутрь. Там была крыса внутри. И она не могла выбраться. И Прабхабада просто прокомментировал, обречена. И пошел дальше. И все зависит от времени, места, обстоятельства, личности. И да, всегда будут исключения. Но да, настроение Ваишнава должно быть таковым, что он сострадательен ко всем живым существам. Так в порядке? Да, помню. Вы говорили, что нужно понимать и отличать гону благости от духовного уровня и какой-то пример привести. Мы можем это делать, изучая книги Прабхупада и слушая его лекции, потому что Прабхупада это очень ярко. И не изучая книг Прабхупада, мы об этом никогда не узнаем. И моя реализация такова, что каждый преданный исконно должен слушать лекции Прабхупада. И вы можете сказать, ну я не понимаю английского или я не понимаю акцент Прабхупада. Но сейчас очень многие лекции Прабхупада уже переведены на русский. Прабхупада разграничивает делать предназначения. Именно так мы можем научиться. Не все является таким, каким оно кажется. Если мы просто будем оценивать все согласно собственной логике и собственным чувствам, мы совершим очень много ошибок. И поэтому у нас должна быть точка зрения, мы должны владеть точкой зрения человека, который полностью трансцендентен к аспектам материальной природы, к качествам материальной природы. Да, я могу привести пример. Однажды Шриды Прабхупада гулял с учениками перед внутренней лекцией в Айяпуре. И они прошли мимо строительной площадки. И на площадке природные установили туалеты для рабочих, которые были заняты строительством. И когда Шриды Прабхупада и его родители ходили, Прабхупада детектировал ужасный смех. И когда Шриды Прабхупада с учениками проходили мимо, Прабхупада уловил ужасный запах. Он взял свою трость и толкнул ей дверь одной из кабинок туалетов. И дверь распахнулась. И там были горы испражнений повсюду. Просто невероятно страшно. Затем Прабхупада толкнул дверь в другой кабинке. То же самое. Прабхупада был в ярости. И он начал просто отчитывать всех управляющих. И некоторые из них начали давать какие-то оправдания. Но Прабхупада не любил оправдания. Продолжение следует... Иногда перед лекцией Шри Лапрабхата занимался какой-то организаторской работой. И то же самое он делал обычно после лекций. Но когда наступало время читать лекцию, он мог полностью отрешиться от всех повсеминутных проблем и посвящал время лекции Шримад Бхагаватам. Но в этом конкретном случае Шри Лапрабхата был так встревожен тем, что он увидел, что он упомянул это в лекции. И он привел пример. Он сказал, точно так же, как если кислоту смешать с кислотой, не будет никакой реакции. Когда щелочь смешивается со щелочью, нет никакой реакции. Но когда кислота смешивается со щелочью, то возникает реакция, и все начинает бурлить. И он сказал, когда Браман попадает в положение гунноневежества, если он не реагирует, он виновен. То есть, другими словами, это так называемый Браман, который, по идее, должен быть благости. You ask the question, hello, in the back, Mataji, in the back. You ask the question, I'm answering your question, yeah, but you're talking to people out here. If you ask a question, you listen to the answer. Otherwise, don't bother us with your question. А иначе не задавайте вопрос. You understand? Хорошо? I understand. Okay. So, if a Brahma, a Brahma is supposed to be in the mode of goodness, so if he goes into a situation that's in the mode of ignorance, если он оказывается в положении гунноневежества, and if he doesn't react, и не реагирует на эти обстоятельства, then he's also in ignorance. Значит, он тоже в невежестве. He's not a Brahma. И он не Браман. A Brahma must react. Браман обязан реагировать. So, in other words, if you have a misunderstanding, if you think the mode of goodness is that Brahma is just peaceful, and he doesn't, everything's okay. Brahmans are supposed to tolerate everything. No, I'm a Brahma. Everything's okay. I don't mind the bad smell of the stool. Мне не мешает плохой запах испражнений. I'm detached. I'm detached. No, Brahma is saying that it's Maya. Brahma говорит, что это Maya. If the Brahma can do something about it, and he doesn't, then he's also a criminal. Если Браман может что-то сделать с этим, но не делает, то он также преступник. Это пример неправильного применения качества терпения. Очень мирское понимание терпения и терпеливости. Также в читании Чаритамрите есть комментарий. И в нем, что Браман приводит целый список вещей, которые можно использовать как какое-то скрытое удовлетворение чувств. Одним из этих пунктов является терпение. Неудивительно ли? То есть можно использовать терпение как какое-то прикрытие для удовлетворения чувств. Например, моральность, этику. И в этом была проблема Арджуны. Он использовал хорошие принципы, принципы из качества благости и неправильно их применял. Например, Правопада говорит, что у Арджуны было естественное естественное сострадание Вайшнава. Но его сострадание было направлено в неправильное русло. Павлина спросила о лекции Махараджа сегодня утром. Именно об этом говорил Махарадж, что Вайшнав, он очень сострадателен. Так? Так. Но это сострадание может быть направлено в неправильное русло. И она становится сентиментальностью, и она совершенно не духовна тогда. Оно кажется духовным. Но это не так, это просто сентиментальность. И такая сентиментальная сострадательность, она на самом деле против Бхакти. И нет, не может быть ничего нейтрального. Либо что-то усиливает Бхакти, либо что-то заставляет Бхакти уменьшаться. Есть только два выбора. Есть никакой середины, нет никакого серого цвета. Есть никакой середины, есть никакой середины, есть никакой середины. Хорошо? Хорошо? Хорошо. 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 Sometimes devotees are writing books, and some of those books are very sentimental. Either they're making this poetry, or some esoteric things. And there are two different opinions on this issue. Some people think that, let them write, as soon as it's connected with Krishna, it's okay. But other people think that they should be prohibited of writing, or told that they shouldn't write some sentimental things. Well, not all poetry is sentimental. Not all poetry is sentimental. Srila Prabhupada wrote poetry too. Srila Prabhupada also wrote books. And also wrote Bhaktivinoda Thakur. But the thing is that, Srila Prabhupada explains in his teachings that Bhaktivinoda should write mainly for the purpose of self-purification. Srila Prabhupada объясняет в своем учении, что Bhaktivinoda должен писать с главной целью собственного очищения. And he should write on the order of his spiritual master. And he should write on the order of his spiritual master. Let's say his conclusions or his positions should be consistent with those of the acharyas. So like you say, some devotees have this opinion, some devotees have that opinion. And like you said, some devotees have this opinion, some devotees have that opinion. We don't care about their opinions. Нам нет дела до их мнений. Нам очень важно мнение правопады. Нам важно мнение Ачаев. One thing that's really sad these days is that a lot of devotees don't even consider what правопад's opinion is. В наши дни очень грустно, что многие преданные даже не задумываются, каково мнение правопады. И они даже не утруждают себя тем, чтобы поискать, что правопада думал по тому или иному поводу. Тенденция такова, что у каждого какие-то появляются прекрасные идеи о том, как заниматься преданным служением, в особенности о том, как обстранять сознание Кришны. Но Шрила Прабхупада давал очень четкие наставления о том, что можно делать и что нельзя. Я только что читал одно сообщение, которое написал один художник BBT. Этот преданный, он рисовал картины для BBT в начале 70-х. И он оставил комментарий о том, что правопада очень детально говорил художникам о том, что рисовать, детально описывал и как рисовать. Он говорил, что это не какие-то воображаемые картины. Нельзя просто выдумывать, спекулировать и рисовать, что захочется. Прабхупада говорил им, какого цвета должна быть кожа Матушки Иссоды, какого цвета должны быть волосы Матушки Иссоды и какой длины они должны быть. Какую одежду они должны носить. Прабхупада очень много деталей описывал художникам. Но в наши дни любой, кто умеет рисовать или просто любит рисовать, говорит, О, да я просто радую Кришну нарисую, Харибол. И может быть это очень красивая картина. О, как замечательно. Но авторитетна ли она? Правильна ли она? Достойна ли? Никто не думает об этом. Это просто бахти из моего сердца. Я кладу бахти из сердца на холст. Вы не можете контролировать мою бахти. Вы не можете контролировать мою бахти. Это сентиментальность. Поэтому Прабхупада использовал эту экспрессию, что мы должны привести в баланс философию и религию. В этом контексте слово религия можно понимать как религиозное вдохновение. И мы должны быть вдохновлены. Мы хотим быть вдохновлены, и нам это необходимо. Но также мы должны быть уверены в том, что нас вдохновляют правильные вещи. Иногда нас вдохновляют неправильные вещи. Что-то может казаться очень духовным, Но оно может не соответствовать учениям ачарьев. Поэтому мы должны сбалансировать свое духовное вдохновение и философией. Мы должны понимать, какова точка зрения ачарьев на этот вопрос. Но, с другой стороны, не хватит одной философии без какого-то духовного вдохновения. Поэтому здоровой ситуацией является духовное вдохновение, которое не отклоняется от линии данной ачарьями. Это было одно из величайших качеств велбропады. Он так экспертно давал нам и то, и другое. Он дал нам очень возвышенную философию, очень глубокую философию, и в некоторых ситуациях очень детальную философию. Но также он давал нам очень много духовного вдохновения. Он не давал либо то, либо другое. И то и другое всегда соответствовало друг другу. Это не вопрос мнения того человека, либо мнения другого человека. Иногда, когда преданные разговаривают, они, кажется, как будто разговаривают обычные материалисты с улиц. Я думаю так. А что ты думаешь? Я думаю так. А что ты думаешь? Я так смотрю на эти вещи. На самом деле, нам нет дела до вашего мнения. У каждого есть свое мнение. Точно так же, как у каждого есть свой нос. Так что такого? У вас есть нос, ну и что? Не стоит так гордиться тем, что у вас есть нос. И точно так же, не стоит гордиться тем, что у вас есть собственное мнение. Моё мнение так вам, моё мнение так вам. Есть стих в Бхагаватам. Это означает, что философы между собой обсуждают. Вивара означает, что иногда они не согласны, а самвара означает, что иногда согласны. Но таким образом, говорится далее, они забывают, кто они такие, и они забывают свою духовную природу. Из-за всех этих обсуждений, моё мнение такое, моё мнение такое, я согласен, я не согласен. Не обязательно соглашаться с кем-то и не обязательно с кем-то не соглашаться. Мы не ищем согласия или несогласия с другими людьми. Нам очень важно знать, каково мнение Кришны. Каково мнение Шрила Прабхупада. И какое бы ни было это мнение, я с ним согласен. И конец обсуждения. Нет никакого необходимости в дальнейшем обсуждении. Мнение Кришны, мне не Прабхупада и всё, я согласен. Тогда мы не тратим пустое время. Я. Хорошо. Хорошо. Does that answer your question? Ответ на наш вопрос. Да. Okay, the man in the back. Машинь. Вы привели пример, когда Крабхупада вышел на Прабхупу с учениками и видел царапу и жилиру, пытающийся будаться из мусорного контейнера крысу. А почему Крабхупада не спас крысу? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Германии Ах? Германия Добро пожаловать Все слышали вопрос, да? Почему Прабхат, когда он встретил этого рыб на дороге скрещен от бен почему он ее спасал? Потому что это карма крыса Как же тогда сострадание святого Ващнава? Что касается сочетания святого Ващнава Да, но Ващнава также принимает то, что Кришна для него организует то, что Кришна делает Ващнав также должен принимать то, что делает то, что делает Кришна То, что делает Кришна Ну, только Кришна все организует И в детали, почему Прабхата так сделал, я не знаю Я просто привел пример Если здесь есть саду, который не всегда не показывает что саду который, кажется, не всегда проявляет сострадание к другим животам Потому что любой принцип необходимо принимать в соответствии с временем, местом, обстоятельствами и личностью Хорошо? Но с другой стороны Прабхата также говорил Однажды в одном храме завелись крысы И преданные писали Прабхата и спрашивали а можно им убивать крысы? И Прабхата ответил им это вас нужно убивать Он сказал, что крысы завелись потому, что вы недостаточно чистоту поддерживаете И, конечно, это зависит от обстоятельств Например, много лет я жил в Лондоне И в нашем ресторане произошло нашествие крыс И дело в том, что это не обязательно была наша вина Потому что в Лондоне все просто прижато друг к другу все здания И в особенности в центре Лондона огромное количество ресторанов и большая часть из них отвратительно грязные И вся эта подземная система водопровода и вентиляции и всех остальных вещей Там просто миллионы крыс под землей И они ходят из одного ресторана в другой И они вылазят даже из водопровода Однажды преданный вашими пользовался туалетом Из туалета из воды вылезла крыса И крысы обычно не являются амфибиями То есть как-то она из туалета вылезла Можете представить себе? И дело в том, что администрация, которая санэпидслужба время на время инспектировала наш ресторан И они видели, есть ли крысы в этом ресторане или нет Потому что они замечали испражнения крысины Иногда они наносили просто неожиданную инспекцию И если бы мы не избавились от крысы Они могли закрыть ресторан И что лучше? И что лучше? Избавиться от крыс И оставить ресторан работающим Так, чтобы люди могли приходить и получить просад Или быть очень сострадательным крысом Но чтобы это заставило ресторан закрыться просто Поэтому я сказал, что все необходимо осудить согласно времени, местам, обстоятельствам и личностям Конкретные детали, почему Сила Прабхупада именно эту крысу не спас я не знаю Я хотел просто сказать, что Сила Прабхупада на высочайшем уровне преданного служения И в этой ситуации он именно так себя повел Хорошо? Поэтому нельзя постоянно неразборчиво применять один и тот же принцип во всех обстоятельствах Потому что если вы не будете делать различий То тогда эту ситуацию с Прабхупадой Вы на нее будете смотреть И вы скажете Что это за саду такой? Нет, я не могу за таком следовать Извините меня Я вернусь в храм буддистов Они по-настоящему понимают сострадание Я хотела задать вопрос про карму Вот Вишну он как увидит в наше прошлое и настоящее и будущее И согласно этому получается, что у нас в жизни все запрограммировано Согласно в трём гуну материальной природы В чем же тогда у нас свобода выбора заключается? Кришна Бхагадгити говорит, что он не отвечает за греховные или благочестивые поступки людей То есть в чем у нас... Есть ли у нас свобода выбора или все запрограммировано согласно карме И в чем тогда у нас свобода выбора? Вишну sees past, present and future Вишну sees past, present and future So where is our free will If all our karma is governed by the three modes of material nature And also in Bhagavad Gita Krishna says that he is not responsible for our good and bad actions So how can we say that we have free will if everything is programmed? If Bishnu knows everything in beforehand But your karma can change Но ваша карма может меняться By engaging yourself in devotional service Когда вы занимаетесь преданным служением Yeah, we do have free will У нас есть свобода выбора Но это свобода воли, она существует в том теле, которое сформировано тремя качествами материальной природы То есть, другими словами, в контексте определенной комбинации трех качеств материальной природы у нас есть свобода воли И наш выбор, он очень ограничен Какая-то свобода воли у нас есть, но она ограничена Но лучшим использованием, наилучшим использованием свободной воли является Когда мы начинаем принимать прибежище у Кришны И перестаем искать прибежище у трех аспектов материальной природы И поэтому, когда мы принимаем прибежище у Кришны То поскольку он трансцендентен к трем качествам материальной природы Мы также становимся над этими качествами И да, Кришна может видеть прошлое, настоящее и будущее И согласно тому, как вы ведете себя сейчас, можно судить, какое будущее у вас будет Однажды преданно спросил Шрита Прабхата Он сказал, Шрита Прабхата, вы нас знаете лучше, чем мы сами себя знаем Но почему-то иногда вы назначаете какого-то человека на высокий пост в Исконе А затем он падает или причиняет огромные неприятности Как же это происходит? То есть, другими словами, косвенно критиковал Прабхата Если вы видите прошлое, настоящее и будущее, то зачем тогда вы ставите этого человека в такую ситуацию, в которой он будет причинять неприятности? Шрита Прабхата сказал, что живое существо, оно всегда пограничено Он всегда может выбирать Быть ему под влиянием материальной энергии или духовной энергии И у нас всегда есть этот выбор У каждого есть этот выбор И когда мы выбираем материальную энергию, мы становимся очень ограничены И даже если человек не знает, что Бог – это Кришна Но если у него есть это понимание, что есть что-то за гранью этих качеств материальной природы И он хочет именно у этого принять прибежище Тогда Кришна поможет ему Один преданный до того, как присоединился к Искону Он монтировал сцены в Голливуде, то есть декорации устанавливал Занимался декорациями в Голливуде И насколько я слышал эту историю Однажды вечером происходили съемки на пляже в Мексике И этот человек сидел на пляже и смотрел на закат И он очень страдал И он молился Он не был особо религиозным Но в его случае молился Он сказал, дорогой Бог, если ты существуешь, пожалуйста помоги мне И он даже не был уверен в том, что Бог существует Что же говорить о Боге как о Кришне? Дорогой Бог, если ты существуешь, пожалуйста помоги мне И через неделю он уже жил в храме То есть Кришна помог ему Срита Прабхата часто говорил, что если вы один шаг сделаете на встречу Кришне Он сделает сотню шагов на встречу к вам И Кришна может видеть прошлое и настоящее будущее, да Но если вы станете вести себя по-другому, то ваше будущее может измениться В какой-то степени Есть разные виды кармы И некоторые виды кармы невозможно поменять Другие виды можно изменить Понимаете? Например, может быть у вас какая-то карма, связанная с телом, что-то с генами связанное Это невозможно поменять Но другую карму можно поменять Уверен? Вы не выглядите уверенно Спасибо У меня вопрос про общение с теломами Говорят, что наше общение должно состоять на 20% из общения со старшими теломами, 60% общения с равными и 20% общения с кладшими Так вот вопрос в том, как быть если нет равных кладшими Есть старши, есть ли те люди, которые не могут запретить, но равных не кладшими Мы сказали говорят 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 кто? Я такое наставление получил в начале духовной жизни Источник не могу сказать Я услышал это от старших предов Старших преданов очень много всего говорят Вы должны узнать откуда они это подчеркнули Хорошо, я немножко по другому тогда спрошу Мне не хватает общения с равными Те преднами, с кем можно вместе заниматься каким-то служением Нельзя как-то влиять на старших Их вдохновлять на какую-то деятельность Нельзя с ними делать то, что можно делать с равными при этом служении Но это немножко другая тема То есть две темы Хорошо? То есть первое, вы повторяете что-то, в чем вы не уверены, что это правда И вот эта штука с процентами, может это правда, а может неправда Но если вы не найдете источника этой информации, то вы не знаете, правдива ли она И просто потому что кто-то является старшим преданным, это отнюдь не означает, что все, что исходит из его рта, это абсолютно истина И очень много в Исконе происходит фольклора такого Оно где-то начинается, потом распространяется, и вы не успеваете заметить, как оно уже становится частью системы обучения В особенности в России Преданные обожают такие спекуляции То есть будьте осторожны, когда вы слышите что-то подобное, вы узнавайте откуда это идет Все необходимо проверять саду, шастрами и гуру Следующий вопрос, у вас есть старшие с кем можно общаться, младшие кому можно проповедовать, но нет равных, которые были бы примерно на одном с вами уровне Значит можно обучить младших, и тогда они будут на одном с вами уровне, и будут вашими равными Либо можно молиться Хришне, чтобы он послал вам кого-то, кто был бы более-менее на вашем уровне Либо можно иногда выезжать на такие фестивали, как этот, и у вас здесь не будет такой проблемы Либо можете в другое место переехать Я хотел спросить, а почему разница между ИСКОН и Матхо в Нарайанном гараже? Я хочу спросить, какая разница между ИСКОН и Матхо в Нарайанном гараже? О, мой Бог! Мы не будем в это вмешиваться Это шкатулка Пандоры Я могу просто в основном сказать, но я не собираюсь вступать в дискуссию по этому поводу Это очень депрессивная тема Все очень просто Шрила Прабхупада начал ИСКОН Шрила Прабхупада спас нас Если бы Шрила Прабхупада не уехал в Америку, никого бы из нас здесь не было сейчас Нарайана Махараж никакого отношения к этому не имеет Нарайана Махараж просто ест остатки того, что ел Шрила Прабхупада Понимаете? Без Шрила Прабхупада у Нарайана Махараж не было бы никакого врачага влияния, особенно на Западе Шрила Прабхупада основал ИСКОН как всемирную организацию для распространения сознания Кришны очень систематически и организованно Это его организация И моя реализация в том, что следовать Шрила Прабхупаде означает работать в ИСКОНе Но в этот раз вам придется слушать ответ У меня есть вопрос с вопросом Сначала можно я... Сначала можно я... Стих повторить С ответственность с вами социана и социана Ну вот это стих, потому что теперь Комментарь решил подпадать говорить, что Двое сведевание духовного учителя Ну, нехорошо Еще раз... Очень тихо, не слышу ничего Что есть? Сливой сведевой сливой Ну, если бы я прошу Ну, комментарий ключик Проградитель 434 Шрила Прабхупада Подчеркивает, что Двое сведевание, говорит Двое сведевание духовного учителя А Вы как будете, если вы Вы говорите, что Мы принимаем только то, что говорит Шрила Прабхупада Ну, только что ты сказала Ни слыша ничьих книг не... Ни сомнений бывает, что Я не помню, но я не помню, что книга встречается на разных мнениях, но мы не можем больше жить. В Бхагават-гита 4.34, Шиллапрапада говорит, что blind following a spiritual master is not good. Вы не должны сделать это. Но как мы можем combать это с вашими словами? Мы хотим узнать о мнении Шиллапрапада, и мы не хотим о другом. Потому что в книгах Прабхапада иногда мы видим contradictory statements. Она говорит, что она не помнит пример. Прабхапада говорил разные вещи в разное время и в разных местах. И что же говорите о Прабхападе, когда в священных писаниях так же приводится момент, которые кажутся противоречивыми. Поэтому мы должны более тщательно изучать книги. Чтобы понять, что на самом деле никакого противоречия нет. И на самом деле у нас есть трехступенчатый тест. Садху, Шастра и Гуру. Садху, Шастра и Гуру. Я сказал, что нам важно только, каково мнение Шиллапрапады, каково мнение Кришна. Но если бы мнение Прабхапады отклонялось от мнения предыдущих ачарьев или от мнения священных писаний, то у нас была бы серьезная проблема. Но дело в том, что я очень давно убедился, что мнение Прабхапады не отклоняется от мнения ачарьев и священных писаний. Поэтому я не чувствую, что для себя необходимо изучать описания всех ачарьев и все священные писания. Значит, Прабхапада сказал, для меня этого достаточно. Хорошо. И да, это правда, что в разных местах и в разное время он говорил разные вещи. И мы должны также обращать внимание на контекст. Потому что иногда он и правда говорил что-то, что кажется полностью противоположным тому, что он говорил в других местах. Но если мы оба этих утверждения поместим в их изначальный контекст, в те условия, в которых они были сказаны, мы увидим, что нет никакого противоречия. Но если мы все еще видим в этом противоречие, то мы должны понимать, что нужно думать так, это дело в том, что просто я недостаточно внимательно повторяю, я должен более внимательно повторять свою мантру. Я все еще так туп, что не способен это понять. И тогда, когда я больше очистишь, может быть тогда я пойму. Хорошо? Хорошо? Прокупада, в этом произведении, в частных комментариях, в частности, в том, что я пишу о Духовном Знании, есть такой, где он говорит о Знании, о Духовном Знании, да? То есть перечисление Диршудры, а потом женщины. То есть женщины даже после Шудры стоят. И у меня такой вопрос. Значит ли, что женщины не способны принять духовные знания в обоих правху Пады? И есть ли вообще и вкус духовный труд в женщины и мужчины разных для них? В книгах Прабхупады, в частности, в комментариях к первому Тому Шримад Бхагаватам, часто перечисляются классы людей, и там женщины стоят после шуда. Да, он как-то написывает о разделении век, в частности, в первой песне, который называется разделение века, он говорит, что век были разделены для того, чтобы люди, хари-люги смогли подпринять вот это духовное знание, но вот и даже те, как шудры и женщины. И вот этот комментарий очень часто проходит в разных стеклах песни, и именно в таком порядке, да, он знает, значит ли это, что женщины не способны, как они не способны, как они не способны, как они не способны. То есть Прабхупада говорит, что... Что есть разные подразделения век, и есть век, которые позволяют даже шудрам и женщинам осознать духовное здание. Нет, не раздумываясь, он говорит, что век были разделены, ну, была изначально одна века, а потом ее разделили на четыре, чтобы век стали люди, значит, могли понять даже шудры и женщины, да? Я понял. То есть Прабхупада говорит, что Прабхупада говорит, что в Кали-юга, даже шудры и женщины, которые могут понять, что веком правде. И значит, что женщины не лучше, чем шудры? Значит, они не имеют другой спирит shr可是 мужика? И как думает ли атака женщины и спирит шудры? Нет, просто дело в том, что женщины обычно более эмоциональны. И поэтому они не всегда так логичны, как мужчины. Как могут быть мужчины. Но это очень большое обобщение. И здесь имеются в виду ведические мужчины, которые были настоящими мужчинами. Очень многие мужчины в наши дни, они также очень эмоциональны и не особо разумны. И в Кали-Югу все так смешано, так что все эти характеристики или обобщения часто неприменимы. Но практически каждый может наблюдать, что женщины обычно более эмоциональны. Не всегда, но такова тенденция. Однажды я общался с врачом женщины. И я была одет как преданный. И она немного спрашивала о нашей философии. И я получал впечатление от того, как она смотрела, как она говорила. Я получал впечатление, что она может быть женщина. А, как феминист? И из ее речи, от того, как она была одета и от того, как она говорила, я начал понимать, что она, скорее всего, одна из феминисток. Я подумал, о, здесь нужно быть очень осторожным. Я не хотел никаких конфликтов. Каким-то образом от нее это пошло, а не от меня. Она упомянула эту современную философию, что мужчины и женщины равны. Она сказала, что это смехотворно. Я был очень удивлен. Потому что у меня не сложилось впечатление, что она какая-то феминистка. Она сказала, что нет даже возможности того, чтобы мужчины и женщины были равны. Она сказала, что если даже другой никакой причины не будет, то просто менструальный цикл женщины делает ее более эмоциональной, чем мужчины. Она была врачом. Она сказала, что месячные настолько тревожат женщину, как физически, так и ментально, что, естественно, женщины обычно более эмоциональны. И более эмоциональная подразумевает, что менее разумна. Однажды я разговаривал со своей духовной сестрой, мадушкой Малати. И она очень много делает, чтобы заботиться о преданных женщинах. И тогда я был президентом храма. У меня была небольшая трудность в отношениях с одной из дам. И мадушка Малати – моя старшая духовная сестра. Я спрашивал ее совета. Она сказала, послушайте, Прабху. Когда вы общаетесь с женщинами, вы общаетесь с умами. И это женщина сказала. И то, что я сказал от доктора, это тоже женщина говорила. Но духовно нет разницы. Совершенно никакой разницы нет. Просто в определенных телах, которые у нас есть, в определенных обстоятельствах, мы видим, что есть некоторые различия. И так же, как раньше мы уже упоминали о том, что, несмотря на то, что мы должны видеть все живые существа как неотъемлемую часть частицы Кришны, но мы должны относиться к ним согласно тому телу, которого они получили. Например, когда я вижу духовного брата, которого долгое время не видел, я могу сказать «О, Прабху!» и обнять его. Но если я увижу тигра, я не скажу «О, Прабху!» И есть разница. Но на духовном уровне разницы нет. И в некотором смысле можно сказать, что женщинам приходится труднее, потому что они обычно менее философичны. Но в других смыслах у них есть большое преимущество, потому что они не такие запутанные. Они очень просто понимают. Если что-то хорошее, они думают «О, это хорошо, давайте так делать». А мужчины начинают анализировать. Ну, не знаю, надо подумать об этом. Нужно очень внимательно это обдумать. Но женщины просто «О, это здорово!» «Ответил на вопрос?» «Очень часто одинаковые события, время от времени происходят у человека. И не получается понять, чем смысл данного испытания. Как себя вести, что нужно сделать, как спрашивает у Кришны, что это за опыт. Потому что понять сразу не возможно». «Может быть, просто вы не проходите испытания с первого раза и просто вам его дают снова и снова». «В чем это испытание? Как понять?» «В чем это испытание? Как понять?» «В зависимости от того, о чем вы говорите. Я не знаю, о чем вы говорите». «Не обязательно вы будете способны это понять». «Вам нужно просто пройти испытание и все». «И чтобы Кришна не пытался вам сказать этим испытаниям, просто примите привержие у Кришны. И, возможно, сейчас вам это не ясно, что это такое, но со временем все прояснится». «Не обязательно мы должны все понимать». «Мы просто должны понять, что Кришна — Бог, а я — нет». «Я его слуга». «Вот это все». «Я раньше уже рассказывал, и некоторые из вас уже слышали. был один хиппи, который однажды выступил в храме в Сан-Франциско в 1967 году, в конце лекции. Он сказал, «Свами же, я хочу получить инициацию». И Шри Ла Прабхата помолчал, и Шри Ла Прабхата минутку помолчал. Потом сказал, «Кто Бог?». И хиппи немножко помолчал, и сказал, «Кришна». Прабхата сказал, «А кто вы?». Хиппи немножко подумал, и сказал, «Я слуга Кришны». Шри Ла Прабхата сказал, «Очень хорошо, вы завтра получите инициацию». Он понял суть нашей философии. Это все, что нужно знать. «Кришна — Бог, я его слуга». Мы немного over time, я думаю, что мы сейчас остановимся. Что это говорит? Как я могу помочь, кто в начале энтузиазм уже не был, и теперь имеет специальный вкус для службы. Но, в то же время, он не имеет вкус для материалов, не имеет много вкус. И также, он имеет какую-то пенсию, чтобы спросить на философию, чтобы спросить философию. Хорошо, я предлагаю, что мы обсудим это сегодня. Давайте завтра этот вопрос обсудим. По-русски. Как помочь преданному, у которого уже изначально энтузиазм прошел, нет особого вкуса к служению, и в то же время, нет вкус к материальным вещам особого вкуса. И еще есть склонность придираться к философии. Мы можем поговорить об этом сегодняшнем. Мы должны начать, чтобы закончить. Хорошо. Мы должны начать. Спасибо вам снова, 여러분, за что пришли. Я надеюсь, что я увидимся с вами. Я надеюсь, что завтра увидимся с вами. Бряните друзья. О, фрукты. Мы сейчас раздам фресад. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok